Итак, друзья, снова вас приветствую. Меня зовут Хованский Велен, и в этот раз я расскажу, как начинающие могут немного себе помочь в съеме при помощи плагинов. Помочь в этом нам может МИД-сайт. Что же это такое? Если говорить очень просто и не вдаваться в подробности, то МИД – это моносоставляющая сигнала, то есть то, что звучит по центру трека. И сайт, соответственно, то, что звучит по краям. Как мы можем это использовать? Я покажу на примере съема партии баса, и первый плагин, который я использую – это Waves Center Stereo. Он довольно простой. Что он делает? Итак, у него есть регулятор громкости центра, регулятор громкости края, и также регулировка баланса низких и высоких частот в ту или иную сторону, то есть в сторону либо центра, либо баса. Значит, как мы будем использовать этот плагин? В первую очередь нужно понимать, что представляет собой партия баса с точки зрения расположения и частотного диапазона. Она у нас находится по центру и находится в низкочастотном диапазоне. Значит, что нам нужно? Мы сразу смело можем поднять громкость центра, убрать громкость края. Низкие частоты направить в центр, высокие убрать из центра в край. Сейчас у нас плагин отключен, и мы можем послушать без него, потом с ним. Обратите внимание на звучание баса. Разница совершенно очевидная. Бас стал раздутый, выпеченный. Ну и, соответственно, лучше прослушиваются ноты. Если такое звучание вас не устраивает, и вам все равно сложно расслышать ту или иную партию, вот в данном случае басовую, и вам мешает все то, что звучит кроме баса, мы можем поступить следующим образом. Использовать эквалайзер, который поддерживает mid-side. Одним из таких эквалайзеров является FAB-фильтр PRO-Q2. Активируем его. Первое, что нужно сделать, это перевести его в режим mid-side. Далее. Точно так же поднимаем низкочастотным шельфом область низких частот. И переводим вот этот параметр в mid, то есть в центр. Сейчас мы подняли низкие частоты в центре. Точно такой же шельф мы создаем для края. То есть переводим его в край. И убираем эти частоты из края. И теперь мы уберем вообще весь верх и по сути весь трек, кроме баса. Сделаем обрезной фильтр высоких частот. И применим его к обоим каналам. И прямо вот так вот это все срежем. Послушаем без плагина и с ним. То есть таким образом мы сфокусировали бас, во-первых, в центре. Еще больше сфокусировали бас в центре. И выделили его низкие частоты. Аналогичным образом вы можете поступать по отношению к партиям других инструментов, принимая во внимание то, в каком частотном диапазоне они лежат и где они находятся в пространстве. Надеюсь, что эти нехитрые способы немного облегчат вам начальный этап съема. Всем спасибо за внимание. Занимайтесь музыкой. Пока.